Доброе утро! Сейчас позавтракаем и будем делать свои дела. Сегодня нам опять не приходится выйти на улицу, потому что у нас там на улице просто что-то неимоверное. Ветрюган. Сейчас я покажу. Смотрите, какой там ветер. Можно открыть окно. Там такое дует вообще. Всю ночь такой вот ветрюган. Еще и дождь был с вечера. Кто тут оделся? Ты что, на улицу собрался, сынок? Да? Да? Сыночек, ты на улицу собрался? Да. Так, я сейчас буду варить рисовую кашу. Сначала сахар, соль добавила, рис, водички. Вот что-то поварится, потом уже добавлю молоко в конце. И будем с Афоней завтракать. Хотела манку, но поняла, что манка и Афоня и я пока не совместимы втроем. Так, сына уже завтракает, да, сына? Покажи, что там у тебя каша. Очень вкусная получилась. Мы сейчас включили вот этот вот Минута Славы, стишок про бабушку. Я помню, и Гриша с Антошей его просто обожали. Поэтому... Осталось выяснить... Теперь и Афоня. Афоня, что ты без трусов? Я же, скажи, на горшок же садил все же бабушки. Машка, галя, у тебя есть? Нет. Хлопай, хлопай. Стяк. Афоня сегодня проснулся в 6.40, поэтому так капризничает. Что там у тебя? Иди показывай. Не застегивается? Ну-ка, ти, мама тебе застегнет. Кати. Давай. Ты моя жая. Что, будем застегивать, да? Да? А куда ты, Гриша, на кофтачка грязная? Да, ты будешь в стирку ее? Иди в стирку, ложите. А, я тут уже сложила. Да? Будем это потом стирать. Нет, сейчас не надо. Это потом мама будет. Пошли. Закрывай двери. Двери закрывай, Афонечка. Что там, сына? Хорошо, что машинка у нас здесь же с розетки выключается. Потому что, мне кажется, все равно бывает, что... Кто там? Ку-ку. Пошли. Сынуль, пошли. Пойдем с мамой гулять. Пошли. Сейчас будем обед готовить. Пойдем. Так, в общем, у нас сегодня на обед будет гороховый суп. Там несколько ребрышек от вчерашнего Жиркова. Ну, в смысле, свежие я поставляла специально для супа. И горох замочила с утра, когда делала завтрак. Кто нарядился, покажи. Что ты капризил? Нет, потому что, раз я тебе не дам, покажи, как ты нарядился. Покажи, покажи. Вот Коля нарядился, что там. Смайки, тут что-то шорты одевал. Иди, дедушка, тебя запустят. Папонь, как дедушка стучит, покажи. Вот так тук-тук-тук. Вот так стучит. Целуй дедулю и давай, дедушка поедет домой. Целуй дедушку. Маши пока. Маши пока. Будет 7.40. Поехали, Кремль. Кремль. Вспомнил. Вспомнил, дедуля. Иди, да, мама, иди. Это воняет. Это хрен. Нельзя. Это воняет. Понюхай. На, понюхай. Глазки будут печь. Пошли, пошли, пошли. На, все, пока. Так, ну что. Мы тут варим супчик. У нас тут все уже варится. Картошка, морковка, лук и горох. Ну да, горох. В общем, и ребрышки. Соль, перчик. Так что пусть и подварится. Не будем ему мешать. А у меня тут что за парень? Сел на мисочку и гуляет. Да, Афонечка? Так, все, наш супчик готов. Добавилась сюда обязательно кинзу. Но была у нас сегодня замороженная. Причем он очень красивого, желтого цвета. Как я люблю. Теперь настоится и будем обедать. Так, ну что, мы сейчас с Афанасием будем уже обедать. Мне Афоньку надо ложить спать, потому что, как уже сказала, он в 6.40 проснулся. И это, конечно, вообще. Он уже капризухает. Тем более, сейчас мне еще звонила моя троюродная сестра. Вот троюродная. Двоюродная. Скоропоткина. И мы с ней разговаривали. Я Фоня бедный там чуть не заснул. А мы, если мы вот так вот общаемся, то есть ездим друг к другу в гости. То есть на 9 мая не обязательно приезжают до девушки Коли. И, в общем, мы так, если мы уже созваниваемся, то примерно минут 40 мы трендим по телефону. То есть это не то, что каждый день, там по 5 минут. То есть это пока расскажем все новости. Поэтому, в общем, трендились. Афоней ничего не делали. Уже сейчас как раз 12 часов. По пуле нашего на обед не будет. Поэтому мы опять сами с планшетом. Привет, сынок. Ты проснулся? Афончик проснулся. Сейчас поедет до бабули, да? Дедули. Давай, иди садись. Сейчас я тебе наложу. Что ты хочешь? Иди садись. Супчик сейчас. Так, все. Мы с Афоникой собрались. Сейчас он едет до бабушки с дедушкой, да? Сына, выходи. Вот так. Ура! Афоника там погуляет на улице. А мама пока заберет фаберлик. Так, да, сын? Ты будешь гулять с дедом? У него уже сапожухи обул. Не можем найти. Есть поменьше сапоги. То есть эти ему примерно на пол ноги еще побольше. Но у него есть поменьше сапоги. Но он где-то их мерил меры. И один потерял. Женевка там скулит уже совсем, бьет миску. Потому что ее вчера ночью не выпускали. И она расстроена. Вон она. Она очень расстроена. Да, Женевочка? Потому что она пробила вот этот вот, кажется, не самый крепкий забор. Но до этого она сюда не лазила. А вот позавчера, получается, она его пробила. Поэтому надо будет ремонтировать. Но как раз выходных, ну то есть уже-то темно в будни. Поэтому выходные будет все же у нее ремонтировать. Поня, помаши крестному. Привет, бабуля тут тебя ждет, да? Не все, не все, не все. А что ж верно, Галине Воронине не жень. Все, едем. Гришка обожает эту песню. Так, забрала я плач. Я себе вот такой вот синий отрезок на улице. Вот такой вот розовый. Людям дома мерить, смотреть. Так, и тут еще потолок у меня новый дали. Здесь тоже платье, но вот такие вот. Вот такие с перьями. Длинная тоже, красивая. Так, и в общем там еще маме крема заказала. Для ног и для лица вербену. Тут у нас все это находится дело в таком дворе. Немножко страшно. Все-таки здание старое. Гриша, дали стишок, да, сынок? И еще я нарисовала военную стройку. Лучше всего помещала. Мам, а ты... Мам, а ты... Тебя ж давали. Ты же еще не рассказывала. Мама, за три. Вот так вот видела шипы. И вот здесь вот тоже в шипах колесо. Прикольный танк низерной. Давай, одевайся. Это твое, сынок? Что это, Андрей? В садике появился охранник. Дядя теперь ходит, да? Сколько тебе? А я и думаю, что это за дядя? Да, а там написано у него охранник. Так, садимся. Все, поехали. Что это? Охонька. У тебя красивое платье тоже? Вы говорите, сразу надо платье одевать, да, Заяк? А у дяди Веры красивое платье? Да. А у мамы? Да. А зелененькое? Синенькое. Синенькое, скажи. Синенькое. А это такие фломастеры у Маргоси? Да. И вот. А ну покажи, они как с блесточками, да? Красивые. Мне надо сам поясать. А листик сейчас дам. Афаничка, а ты что здесь, массаж делаешь с мамой? Массаж у тебя, да? Массаж до шеи, не дотягивайся. А он тут, зови папу, зови. Где папа? Девушки, Коля, покажи, как ты зовешь папу. Папу, как ты зовешь? Зови папу. Громко зови. Громко. То девушка не слышит, громко зови. Зови давай. Папа. Папа, да? Еще зови. Папа. Чтоб девушка слышал, что ты умеешь разговаривать. Ку-ку. 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 Я хорошо. Вот эту трубочку мне не дал. Это значит, я должен петь песню. Значит, это хорошо, да. Дедушка, тебе сейчас будет песню петь. Я бы побольше бы еще подержала до духовки, чтобы она чуть побольше запеклась. Потому что надо было немножко... Ага. Немножко... И все, ты так чисто в миксере и все, да? Только с сахаром сначала взбитие сахара с яйцами, а потом все туда добавить. Покажи, Маргось, как рисуешь. Маргось, подожди. Маргось, подожди. Кто тут спит, сынок? Кто тут спит? А ты спишь? Ты Соня? Ложись спать. Ложись, дед. Где деда? Спать ты будешь? Ага. Она кричала, не из-за порталов. Здравствуйте. Что-то у вас густо сядывается. А вот у вас слева внизу. Слева внизу не лагит где-то. Нет, нет, нет. Сейчас мама тянется, да. Сейчас, смотришь, мама. Вот, вот. Вот, видно, да. Так вот пакетом. Ну что, все дома? Страна. Все сразу конфеты раздербанили. Сегодня это у нас поминальный пакетик. Да, дедушка с бабушкой сегодня были на похоронах. И дедушка нам дал поминать. Бабушку Олю. Ну как первая капуста мамы нагрешит? Иди, я пойду сейчас. Вкусная? Иди, я скажу, что поминаю. А ну, пап, попробуй, скажи мне. Такая она на вид. Нормально для первого раза? Нормально. Только масло взрывает из себя. Сейчас мы сделаем. Грыша, привет. Здрасте. Как у вас дела? Нормально. Наря, а с собой зима. И ты ко мне поставишь, да? Пошли смотреть, что ты там делал. Антоша сейчас делал задание. Да, сынок? Да. Так, вот Антоша задание. Нет, здесь неправильно. А здесь? Вот ему нужно по каким дорожкам. Вот что он. В общем, штрихует по линиям. По прирыбистым. Делает рисунок дополняет. А здесь нужно было... Давай ручку покажу, как. Как у нас ёжик будет ползти? Вот так вот, ровненько. Вот так. Понял? Понимаешь? А теперь нужно нарисовать ключик. Вот здесь вот нарисован ключик. Ты видишь? И вот такие же точечки, как и здесь. Понимаешь? Сейчас тебе научу. А Афоня тут помогает брату. Ты зачем принёс сюда сардины? М? А ну-ка уноси скорее. Скорей, скорее. Стоит себе на этой баночке. Ты зачем её принёс? Афоника. Иди неси. А то сейчас папа увидит, будет нас с тобой ругать. Скорей. Скорей уноси. Сейчас папа увидит, будет нас с тобой ругать. Быстренько иди на место. Неси, неси. Ну как там? Показывай. Нет, Зай, да не здесь же надо было. Так, а мы сегодня вот... Сейчас я, в общем, что мысль. Забрала заказ Фаберлик. Заказывала себе вот такой вот шарик. Разделю его на две части. Одну сама приму ванну. Пахнет очень прикольно. Таким лимонным манпансье. У нас такое же мыло было для рук. Очень приятно, что такой кисленький запах. В общем, один себе, а половину другую детям. Попробуем, что такое за шарик. Ага, где Григорий тут смотрит мультик, да? Гриш Про. Этих вот собачек. Так, что ещё заказала? Всё, что там маме я уже отдала. Там крем вербена и крем для ног. В общем, и два вот таких для ванной комнаты. Мы их просто обожаем. Потому что акриловая ванна. В общем, и цена, и качество. И, в общем, всю ванную комнату можно им отмыть. Здесь был пробник помады Маргосе подарила. И вербена гель для умывания. Попробую тоже, как он не стягивает. Потому что Эйван, конечно, этот огуречный очень стягивает кожу. Попробую, что вот это тоже достаточно недорогое. Как будет себя вести. А ты что принес? Водичку? Сейчас будем пробовать кидать бомбочку. Да, как она будет шипеть? Шипит. Класс. У нас же она вся исполнится. Не знаю, Зая. Там шипит, да. Как будто там маленький вулканчик. Ой, держите огонь. А мы потом мы там покупаем. А вода становится такого же цвета, да, зеленовато? Ну и так, Анна, Зая. Маленький такой. Ну да. Маленький. Подожди, давай. Их подними. Давай еще вам оставлю. Подожди, не трогай. Давай еще вам оставлю, потом вам кинем, да? Оставляем? Угу. А нет, он уже шипит, он тает во рту. Уже вам не достанется. Зайки, дай. Уже все у меня в руках. Афонька! Лишь, бери Афоньку. Все, бегите. Мам, а я ничего. Мам, ну что, давайте все. Мы будем купать, это папа сказал. Да. Много воды наберет, много ванна. Ну что, Зайка, давайте до сегодня все, да? До свидания. До свидания. До свидания. Это не, это не, это не, это не мацанчина, это мультик аватар. Это мультик аватар? Ни хи-ни человечек. Марсика любимое место. Посреди комнаты завалиться и спать. Прям ночью вот дети идут в туалет, а он тут кошарик наш, да? Где наш кошарик? Где наш кошарик? Покажи. Покажи, где кошарик. Вот нет, где Марсик? Марсик, скажи, хороший, да? Скажи, ты наш красавчик, да? Красавчик. Так, ну что, на сегодня все. Блин, я, как всегда, с этой прической платье мне очень понравилось от Фоберлик. Сижу, я тоже, я уже дома тоже его померила. Прям просто нормальное за свою цену, могу сказать. Качество тоже нормальное. В одном месте торчала ниточка, причем в таком месте, где молния потайная сзади на спине. Но ничего страшного, я ее обрезала, там ничего не распустилось. Просто так все аккуратно, все хорошо, как всегда у Фоберлик. В общем, обалденно. Мне понравилось. Вот, сейчас этот шарик. Честно, мы что-то сижу не поняли эту бомбочку для ванны. Наверное, она прикольная, когда ты там уже сидишь в ванне и ложишь эту бомбочку. Она там все шипит, какие-то там, наверное, приятные ощущения. Так как я там не сидела, то был только запах. И цвет, сижу, мне сказал, что это что-то очень странное. Цвет, похожий на продукты жизнедеятельности. Вот, поэтому он сказал, я бы в такой не купался. Но запах, да, такой нормальный запах. Ну, химического лимона, но достаточно приятного. Вот, в общем, все. На сегодня все. Пошла монтировать влог. Да, еще хотела сказать всем огромное спасибо за то, что пишете комментарии. У меня стало их намного больше. Это намного лучше. Мне это очень нравится. Общение. Это то, что нужно мамочкам в декрете, мне кажется. Ну, и вообще любому человеку. В общем, спасибо вам огромное. Я стараюсь всем отвечать. Если не отвечаю сегодня, то, значит, отвечу завтра. Ну, в любом случае, даже если вдруг я что-то пропустила, я читаю все комментарии. Поэтому, если что, прошу прощения заранее. Спасибо всем новым зрителям нашего канала. Вот, и всем пока. Теперь уже точно.